Девушки отдыхают Здравствуйте, мы рады вас видеть Вы знаете, и во-первых, мы почему, Саша, сюда, собственно, заманили хитростью? Значит, во-первых, мы очень хотим, чтобы Александр проанонсировал очередной выход своей программы «Портреты великих модников» Это действительно так, действительно, по субботам каждый вечер вы можете услышать мою новую программу на волнах эксклюзивно «Маяка» Она называется «Портреты великих модников» В них вы услышите истории, которые касаются не только века современного, но и прошлого, позапрошлого и даже восемнадцатого Портреты женщин, мужчин, которые во многом предопределили развитие моды своей эпохи И, конечно же, музыка этого времени, интересные факты о жизни этих героев Фотографии, которые мы выкладываем в интернет Как раз на сайте «Маяка» делают эту программу невероятно популярной Я очень рад, что мы наконец-то можем просветить большое количество людей, которые слушают «Маяк» на тему моды Интересную, животрепещущую, которая объединяет воедино и женщин, и мужчин Чаруете, Александр, друзья, вы хотите вот час вот такого вот, такого прекрасного текста, богатого и красивого? А, конечно, конечно, я просто хотел сказать, что анонс как раз по хронометражу совпал с программой Но красиво, красиво, черт возьми, действительно завораживает Мы вас позвали не просто так Не только за этим И не только за этим, да, после вашего высказывания, которое вы сделали в Ростове-на-Дону Что лет через 5-6 в России мусульманская мода для женщин станет популярной Да, это безусловно так Как правило, знаете, мои прогнозы, к сожалению, для многих сбываются Десять лет назад я сказал, что Восток продиктует мужчинам моду на бороды Посмотрите на вас Да, тут не отмажешься Да, тут ничего И действительно, если раньше Так, девочки, а покажите-ка, пожалуйста, вот на трансляции Если раньше это казалось небритым, неаккуратным, то сегодня это must have Сегодня каждый модник, каждый плейбой должен иметь бороду и усы Более того, если раньше мужчина без носков считался просто презренным оборванцем То сегодня, летом, носки не носит никто Все носят макосины и даже обувь со шнурками без носок Вы скажете, а какая связь? Простая? Это пришло из мечетей Да Ведь именно во время намаза надо обязательно мыть ноги перед молитвой Мусульмане часто не носят носки по той простой причине, что долго снимать, затем на мокрые ноги надевать И эта мода перешла и к нам С ума сойти Другая мода, мода на зеленый цвет, который уже два сезона не выходит Ведь зеленый цвет, это цвет мусульманства Эти женские платья, насыщенного зеленого цвета, цвета, флага Саудовской Аравии Ну и вообще мусульманского символического цвета Это и есть дань этой моде Ну и, конечно, мода на плотные колготки для женщин в угоду прозрачных, которые вышли из моды совершенно Говорят о неком переходе к скромности, о которой мы раньше никогда не говорили Ну и демонстративной как бы скромности Демонстративной скромности Что очень характерно для мусульманских, одежды вообще в стилистике Безусловно, но и напомню вам, во многих коллекциях сегодня женщины соединяют брюки и юбку Что раньше было возможно только среди цыган Внизу брюки, а сверху юбка Сегодня это совершенно нормально То есть постепенно те вещи, которые были только восточными, эксклюзивно восточными И ассоциировались с другой религией, становятся для нас обычным общим местом А каков механизм этого? Во-первых, телевидение Мы все смотрим на эти образы каждый день Во-вторых, переселенцы, которые все больше и больше, не только в России, но везде в Европе Посчитайте количество выходцев из Северной Африки, из Азии Которые заселились в Германии, в Италии, во Франции, в Англии, в столицах моды И мы понимаем, что они тоже влияют на это Ну и, конечно, призывы, которые связаны с лидерами мусульманского движения Которые хотят, чтобы женщина показывала меньше волос, меньше соблазняла Это действительно так А вот, знаете что, скажите мне, хорошо, то есть со всех сторон на нас идет Друзья, не обязательно в агрессивном смысле, но наступление мусульманской эстетики Это правда, мы ее видим А скажите, чтобы заимствовать, должно ли что-то, и в данном случае именно эта эстетика, нравиться? Или ее заимствую очень независимо от отношений? Скажу вам больше, я думаю, что она очень нравится Сегодня в Москве очень много ресторанов Самая модная тема лаунджа – это иметь кальян Везде стоят кальяны, ну а откуда они пришли, если это не мусульманский Восток? Курить кальян модно в Екатеринбурге и в Москве В Петербурге и в Самаре В Ростове-на-Дону и в Челябинске Кальян – это сегодня мода Слушать арабскую музыку сегодня модно в ночных клубах А если мы говорим о сфере дизайна интерьеров То почти каждый модный дизайнер устраивает ванну в кафеле из Марокко Считается шикарным иметь марокканскую ванну или сауну Или баню, или хамам, как хотите, турецкую баню Иметь мусульманский марокканский светильник Сделать себе занавески в этом стиле И еще носить тапочки без пятки, которые называются бабушей И которые объединяют весь мусульманский Восток То есть понемножку те факты, которые казались нам раньше ориентализмом и экзотизмом Входят в наш быт и адаптируются И самое страшное, о чем я хочу сказать Это то, что русский мужчина, несмотря на его мнимое православие Часто ведет себя как мусульманин То есть держит гарем Кроме жены у него две-три любовницы И он считает, что это нормально Если он может их прокормить, а почему бы и нет? Но ведь это совершенно не христианский взгляд Христианин не должен так поступать А мусульмане может так поступать Почему? Потому что это в Коране В этом плохого нет Значит, если придет момент И мужчине скажут Примешь новую религию Она тебе позволит иметь сколько хочешь жен вместе Он скажет, да? Как вам нравится моя точка зрения? Интересно, это пророчество Точка зрения ваша Нам нравится, потому что она умная, но пугающая Пугающая Вы знаете, давайте подождем пять лет Встретимся с вами попозже И посмотрим, кто из нас прав Нет, мы в том-то дело, что не сильно сомневаемся в вашей правоте Мы просто в общем При прочих равных Нет, Александр, конечно, прав Но если вдруг Вот сейчас, понимаете Вот нас слушают миллионы людей И вдруг в ком-то проснется Вот это ощущение действительно Неправедности того, что он делает И как живет И он именно благодаря этому самому прогнозу Будет жить вопреки ему прогнозу И он не сбудется Благодаря тому, что Александр его озвучил Это будет наша победа И Александра победа тоже Но я хочу сказать, что я еще раз Никого не осуждаю Я очень много лет проработал в мусульманском мире В Арабских Эмиратах В Турции Я говорю даже по-турецки Меня принимают там очень ласково Просто я наблюдаю, что делается с той стороны И что делается с этой стороны И как постепенно эти стороны взаимопроникают Еще один важный элемент Россиянки, как вы знаете Не избалованы мужской лаской в России По количеству мужчин Россия не блещет Поэтому россиянки находят выход Они ездят в Анталию на летний отдых А также в Египет В Шарм-эль-Шейх Или в Хургаду Да, в Хургаду И в Хургаду Где они получают целый комплекс удовольствий И часто такой Такого рода Туристический маршрут Называется секс-туризмом Секс-туризм для мужчин Это часто Таиланд А секс-туризм для женщин Это Турция и арабские страны Женщины едут туда специально ради этого Они оценивают качество тех мужчин Они вполне очень даже хорошие Прошу прощения У нас через 10 секунд Просто мы уже должны прощаться Поэтому И поэтому я заканчиваю мое выступление Спасибо большое Александр Васильев был с нами Спасибо большое Ну что, будете слушать Васильева в субботу? Я буду слушать Честно отвечаю Я слушаю Если честно, я с ним Я даже не против Он-то констатирует факт А я не против немножко Чтобы наша Мода наших женщин Подмусульманилась Почему? Потому что девчонки Которые ходят в менюбках Даже зимой Вульгарно Вульгарно Когда красиво Такое, знаешь, летнее платье С летом развивается Когда ветерок подул И тебе Бог подарил На секунду лицезреть Чуть выше колена девушку Это да Когда вот так вот Вульгарно себя выпячивают Это ужасно Синие ноги Наши редактора Ксении Друзья Они будут Они будут Они будут Как бы укором Немым Понимаете? Все пять Лицемерию Ильи Синий Потому что он все время Когда ходит Ксюша в этих самых В юбочках коротких Он ее щипает И вот синие ножки Наши Она ходит Потому что холодно на улице Она все в юбочках коротких ходит А думаешь, они поэтому синие? А Савельев тебе про это и говорит А нет Я разогреваю Я растираю Постоянно растираю Я водкой растираю Все делаю Чтобы Ксюха согрелась Она себе мерзнет Тогда ты прав, Ильюх Да А ты, Ксения, терпи Тогда и нечего тут лыбиться Вот Извините Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok